Привет! Известный в Китае бренд 4CBot представил свой новый смартфон F106 Pro. Аппарат позиционируется как первый в мире защищенный телефон с большим динамиком и кемпинговым фонариком. На спинке можно увидеть крупный спикер на 103 дБ, а прямо под ним светодиодную панель мощностью в 3 Вт. Это брутальный броневик F106 Pro, который относится к бюджетному сегменту. 4CBot F106 Pro это действительно большой и увесистый смартфон. Он точно не подойдет для прекрасного пола. Его вес целых 470 грамм. Девайс чувствуется в руке действительно монументально. И в конце концов так и должно быть, так как производитель позиционирует его как решение для профессионалов, людей работающих вдали от стационарной розетки и имеющих дело с грязью и пылью. Да и защита в нем на уровне IP68, IP69K и MIL-STD810H. Экран смартфона 6,58 дюйма с разрешением Full HD+, 2480 на 1080 пикселей и стандартную частоту обновления в 60 Гц. Яркости вполне достаточны для комфортной работы даже в солнечную погоду. Углы обзора тоже не вызывают нареканий. За плавность работы отвечает процессор MediaTek Helio G85. Это 8-ядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75 2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 1,8 ГГц. На борту находится 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Процессор, конечно, давно не новый, но работая под управлением чистого Android 14, думаю, устроит большинство пользователей. Относительно камер, то F106 Pro имеет две задние камеры Sony, основную на 48 Мп и ночную на 20 Мп, а также переднюю камеру на 16 Мп. Задние камеры оснащены датчиками S-MOS, апертурой F1.8. Имеет возможность цифрового зума, таймера, настроек ISO, автофокуса, режима сцены, геотеринга, макро-режима, HDR, панорамы, обнаружение лица, компенсация экспозиции, точной фокусировки и настроек баланса белого. Передняя камера имеет функции разблокировки и обнаружения лиц. По камерам все стандартно, понятно, они не очень мощные и не очень плохие. Обычные средние камеры для защищенника. За рекордную автономность здесь отвечает батарея на 12 000 мАч, что в два раза больше, чем у большинства обычных смартфонов. Из-за непрожорливого процессора и экрана в 60 Гц, такая батарея должна держать очень хорошо. И зарядить можно ее будет благодаря быстрой зарядке с поддержкой мощности 30 Вт. На задней панели находится очень мощный фонарик, который будет очень актуален в наше время. И динамик мощностью 3 Вт, звук которого слышен даже при работе пилорамы или перфоратора. Также телефон имеет радиомодуль, работающий в паре с наушниками. Если подытожить по плюсам, то мы имеем. Сверхгромкий динамик обещает 103 дБ качественного звука. Кемпинговый фонарик на спинке говорят про 3 Вт, что, конечно, куда больше, чем у стандартной вспышки. Но на самом деле не слишком-то и много. Батарейка отличная, 12 тысяч мАч. Плюс даже зарядка немного ускоренная, 30 Вт. И четвертым плюсом защита. Стандартно обещают IP68, IP69K, MIL, SID810H. Усиленные углы и все такое прочее. Вес соответствует защите и батарейке. 470 грамм. Увесисто. Камеры и процессор не топовые, зато и ценник не кусючий. Смартфон заявляется в бюджетном сегменте. Кстати, есть NFC-модуль, есть сканер-печатка пальцев и гироскоп. Анонс продаж смартфона, как я понимаю, должен быть на этой неделе. В описании я уточню и оставлю эту информацию, как и ссылку на смартфон. Так что переходите и смотрите характеристики, если вам нужно подобное устройство. Пишите в комментариях, как вам этот смартфон и были ли у вас смартфоны этой фирмы или других фирм-защищенники. Я, например, протестировал и снял уже кучу роликов, так что переходите и смотрите мои тесты. Спасибо всем за лайки, надеюсь, был для вас полезным. Пока-пока, скоро увидимся.